Я в интернете нашла самые популярные места в Дублине для завтрака. Смотрите, какой блинчик принесли у меня. Это блинчик с сыром и с курицей и со шпинатом. Ну и себя любимую тоже я решила порадовать. Купила тоже себе куртку. Куртка на синтепоне. Она легкая в плане веса. Но мне кажется, должна быть достаточно теплой. Здравствуйте, приехали. Кошка. Ты почему к нам пришла гостью? Как хочется. Если хочется, то можно. Самое интересное, да, я забыла показать. Сверху вот здесь я сделала небольшую вышивку. Цветочки и маленькие шишечки. Первая вот такая вот сумочка. Она тканевая, многоразовая. Видно, не видно, не видно. Как платье. Итак, всем привет. Всем доброе утро. Мы с Ванькой застряли в пробке по дороге в школу. И пока вот мы тут стоим и еле плетемся, я расскажу вам, что у меня сегодня намечается. Значит, я сейчас закидываю Ванька в школу. А дальше мы с Леной, это мама Артема, едем в Дублин позавтракать вкусно, погулять. Может быть, в какие-нибудь магазинчики зайти. Ну и потом уже вернемся. Она по своим делам. А я буду... Я тут машину оставлю и заберу потом Ванька из школы как раз. В общем, мы с ним потом на машине уедем. Поеду я на автобусе, естественно. Я в центр на машине не езжу. Я сегодня рано проснулась. Решила подготовиться. Я в интернете нашла самые популярные места в Дублине для завтрака. И одно из кафе оказалось находится прям вот недалеко от того места, куда мы доедем в итоге на автобусе. Поэтому там будут и блинчики, и какие-то тосты. И, короче, в общем, я очень голодная. Я сейчас могу просто, мне кажется, слона съесть. Я последний раз ела вчера часа в 4, наверное, дня или вечера, как это называется. Знаете, вот я обманываю. Я не могу сказать, что я голодная. В принципе, нет. Я бы с удовольствием еще что-нибудь съела, но сказать, что я прям вот с ума схожу от голода, нет, не схожу. В принципе, мне комфортно, нормально, уже привык организм. Блин, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что у нас через 4 минуты закроются ворота в Ваниной школе. И мне придется парковаться где-то и доводить его пешком, если мы не успеем. Пожелайте нам удачи, чтобы мы доехали вовремя. Какая-то нереальная сегодня пробка. Вы не представляете, друзья, за счет того, что я машину оставляю здесь. Сейчас как раз то время, когда уже практически все родители, которые привезли детей в школу, разъехались. Я заняла одно из самых классных мест на парковке впервые за несколько лет, наверное. День начинается очень классно. Получается, что я вернусь, и машинка будет ждать меня в очень удобном месте, близко от школы, на нормальном парковочном месте. На полноценном парковочном месте. Ну что, теперь ждем автобус. И вперед. Смотрите, какой блинчик принесли у меня. Это блинчик с сыром и с курицей, и со шпинатом. С ума сойти, вот мои ладони. И вот блинчик. И у Лены тоже какой-то другой блинчик еще. И кофеечек. У меня капучино с... Забыла, как называется, с овсяным молоком. И печенюшка даже еще есть. Вообще, такое вот симпатичное место. И, кстати, полный аншлаг. Смотрите, мы таким перед большим окном сидим. И на улице люди даже в очереди стоят. Чтобы сюда попасть. Так что приятного нам аппетита. Смотрите, какие я, Ваньку, купила сегодня джинсы. Зашла сегодня опять в магазин. Пеннис. Все по классике. Господи, где название магазина-то нигде? А, вот, нет. Что-то нигде нет. Праймарк написано. Ну ладно. Вот, недорогие джинсики. Они всего 9 евро. Сейчас померяем, потому что размер 10-11 лет. Посмотрим, как они им будут. Кэрри Лайт просится к Вове с комнатой. И вот такую вот толстовочку я им купила тоже. Дешевенькая. За 7 евро. 60% хлопка и 40% синтез. Хлопка? Вот. Такая вот тоже 10-11 лет. Но что-то мне подсказывает, что она какая-то маленькая. Сейчас глянем. Нам все подошло, по-моему. Нравится, Вивань? Угу. Вернись задом. И толстовка хорошо. Ну и натягивает так. Зачем? И джинсики. А можешь поднять чуть-чуть толстовку? Посмотрим, как джинсы сидят. Во, шикарно. Мне очень нравится, что они выглядят, как обычные джинсы. Но сверху у них вот такая вот штучка, да, веревочка. Как штанов. Как у спортивных штанов. Очень удобно. Вот Ваня 10-11 лет вымахал. Бугай здоровый. Ну и себя любимую тоже я решила порадовать. Купила тоже себе куртку. Куртка на синтепоне. Она легкая в плане вот веса. Но мне кажется, должна быть достаточно теплой. Я не знаю, как по поводу того, чтобы ходить в ней зимой. Но сейчас на улице довольно тепло. Мне кажется, она прям теплая. Посмотрим, как это будет. Но в любом случае, мне нужна была вот какая-то куртка. Не очень длинная, чтобы это не пальто было. А именно вот курточка. Я себе... Ну прям, знаете, я ее увидела. Поняла моя. Померила буквально минуту, наверное. И сразу, даже меньше минуты. И сразу на кассу. Короче, она мне очень понравилась. Смотрите сами. Вот. Я не знаю просто, как лучше снять. Она где-то до середины бедра. То есть, оба прикрывает. У нее нет капюшона, кстати. Я вообще не люблю, когда в куртках нет капюшона. Мне кажется, очень непрактично. Но здесь, смотрите, какой воротник. Это если я буду много болтать. Или если будет холодно, то можно застегнуться. Да? И ходить. Вот. Два кармана больших. Здесь. Вот такая вот она. Мне кажется, очень симпатичненькая. Еще мне кажется, что в ней идет этот цвет. Как считаете? Вот. Ну а так ничего особенного. Это тоже недорогой магазин Penis. Свободненькая. Такая оверсайз немного. Я люблю такие вещи. Короче, такая уютная-уютная. Приятная очень курточка. Надеюсь, буду носить с удовольствием. Кстати, внутри карманов нет. Видите, она прям... Это размер, кстати, L. Так что она оверсайз немного. Сказала я уже это или нет? Не помню. И еще я кое-что вкупила... Вкупила. Еще я кое-что купила из вкусняшек. Сейчас вам покажу. Прям вкусняшка-вкусняшка. Гуляли мы, значит, сегодня гуляли. И я вспомнила, что мне одна моя знакомая рассказывала вот об этом магазинчике, который называется Alice Heaven. Это, скорее всего, грузинская, наверное, пекарня, что ли. Я не знаю, как назвать. В общем, там продаются всякие грузинские вкусности, типа хачапури. Хачапури – это грузинское блюдо, да, если не ошибаюсь. Какие-то разные там... Ну, я не разбираюсь. В общем, разные всякие вкусности. И турецкие сладости. Кофе какой-то продается. В общем, из этой серии что-то. Я никогда там ничего не покупала, потому что не успевала. У них очень быстро разбирают по сегодня. Я купила 5 вот таких вот бубликов. Они просто нереальные. Пекут их сами. Они свежайшие. Они еще тепленькие были, когда я их покупала. Честно, каюсь. Один сама съела. Не смогла удержаться. Все остальные для Ванька. Один бублик я ему с собой в школу взяла. Когда его встретила, дала его. Там отломила, угостила ребят его. Он съел так, что у него за ушами хрустело. И вообще говорит, что вкуснее этого ничего нет. Вон там еще один лежит. И один, похоже, он уже утащил. Наверх сейчас сидит, ест. И еще я купила одну штучку. Попробовать. Сейчас я так вытащу. Это вот такая вот хачапури с сыром. Тоже тепленькая была, когда я покупала. Сейчас она, конечно, уже остыла. Но пахнет просто нереально вкусно. Слоеное тесто. Домашняя выпечка. Вань, как тебе? Ты уже с собой взял, что ли, один бублик? Сейчас взял уже один. Уже один полностью съел. Как? Сейчас дома один полностью съел? Да. Вань, я не могу Ваню показать, он в одних трусах ходит. А, сделаешь уже еду? Сделаю еду. Вот это вот тоже хочет девочку попробовать. Но ей нельзя. Друзья, а, еще я кое-что купила. Сейчас покажу. Я попробовала хачапури. В общем, друзья, там сыр не абы какой. Знаете, вот иногда люди продают хачапури. Особенно вот в России, да, на рынок придешь. И там в лучшем случае какой-нибудь, я не знаю. Ну, не в лучшем случае, но очень часто, что типа российского сыра или там, ну, что-нибудь такое, что было, то и положили. В лучшем вообще какой-нибудь плавленый сырок. Сколько раз покупали, так попадались. А здесь, что должно вот класться? Или брынза, или сулугуни, что вот прям, это тот, вот, тот самый вкус. Это так вкусно. А когда это все тепло, это, наверное, просто божественно. Если вы живете недалеко от Дублина. Вы обязаны туда съездить. Это очень вкусно. Воспитительно. Едем с одной стороны, как бы с удовольствием. С другой стороны, думаю, сколько это калорий. Ну и хрен с ними. Это вкусно. Ванек продолжает тынить бублики эти вкусные с кунжутом. Так, я еще по дороге нашла азиатский магазин. Так и называется Asian Shop, по-моему. Я там нашла, тадам, кимчи. Я кимчи пробовала всего несколько раз в жизни, но я ее обожаю. Я не знаю, вкусная это или нет, но вроде как сделана в Корее. Сейчас попробуем сами вместе. Нашла просто в качестве вкусняшки для Ванька вот такие палочки в шоколаде с миндалем. Вот. И я очень люблю такие вот снеки. Это листья нори уже нарезаны. Ну, знаете, наверное, да? С васаби. Вот. Там вообще много всего интересного. И кимчи есть разные. Не только кимчи, там разные чопки соленые. Надо будет пробовать при случае, когда я там буду, заходить туда и пробовать. Потому что я вообще всю эту тему просто обожаю. Друзья, что происходит-то? Что происходит-то? Смотрите. Это кто? Здравствуйте. Приехали. Кошка. Привет. Ты почему к нам пришла? Гостя. Ты почему к нам в гости пришла? Привет. Привет. Кто это? Кто это, Крюша? Ой, как хочется познакомиться, да? Все. С позднего. Кошка уже ходит как к себе домой, знаете. Без вообще малейшего зазрения совести. Это, кстати, не та кошка, которая к нам сначала ходила. Это уже другая. Давай, Вань, бери рюкзак, пошли. Пойдем. Так. Что, кашляешь? Да. Да, конечно. Иврей. Слушай, я так читала книжку, как у меня вчера. Продвесел? Там читать нечего было. Давай, вперед. Вот. Провокаторша. Сидит. Кстати, она как недавно приходила к нам на балкон, я даже успела ее сфоткать. Бессовестная морда. Сидишь. Мя, вот тебе и мя. Угу. А ты ведешься на провокации балдосе. Чего ты на нее лаешь? Нужна на тебе эта кошка. Пусть тебе... Мя, кто тебя зовет? Иди. Тебя зовет. Слышишь? Кто там? Кошка? Нет? Ну и скажи, ну и нафиг эту кошку. Да? Не нужна она сто лет. Знаете, что Кэрри любит больше всего на свете? Яблоко. Как хочется. Как хочется. Если хочется, то можно. И вот она будет так стоять, ждать, пока я все яблоко не съем. Да? Хвост. Мама, ну дай кусочек. Ну дай кусочек яблочко. Да? Рыжисть. Друзья, хочу еще показать вам сегодня. Че навязала? Че получилось-то у меня? Дело в том, что у меня сегодня будет встреча с фотографом. Я все это дело уже отдам, поэтому покажу. Покажу вам, пока не забыла. Первый костюмчик. Это кофточка. И шортики. Вот такие вот. Так, наверное, плохо видно, да? Кофточка. Шортики. И шапочка. Такая вот шапочка. Как это называется, я забыла. Чепчик. Чепчик. Значит, это пряжа с добавлением норки. Она пушистенькая, очень мягкая. И я заметила, что чем светлее эта пряжа, то есть я из белой вязала, из розовой, я вам еще покажу, если там светлая есть, тем пушистей она. Вот темные цвета, к сожалению, не такие пушистые. Это одежда для фотосессии, поэтому здесь не имеет значения тот факт, что, знаете, пушистость обычно детям не делают, чтобы там все это в рот не лезло. Да, это все надевается буквально на каких-то там 20-20-30 минут. Вот, значит, первый костюм. Дальше. Шортики. На завязочках. Вот такие вот. Я их решила сделать с таким узором. Ножки. Вот, и шапочка. Шапочка вот такая вот с заостренным хвостиком. Не хвостиком, а хвостиком. Так, как у гномика будет шапочка. Так, это два. Дальше у нас идет с вами вот такой комбинезон. Ну, кстати, та же пряжа с добавлением норки, но нить светлее, уже гораздо более пушистая. Сзади лямки. На пуговичках пуговички все расстегиваются, застегиваются. Вот. И к этому комбинезону шапка-колпачок. Такого длинного. На конце я обычно делаю узелочек. Вот такой вот комплект. Дальше. Это у меня оставалось немножко розовой пряжи. И была вот такая вот бархатная лента. Поэтому я решила сделать шапочку. Шапочку с ушками. Ну, тоже чепчик такой. И вставить ленту. Вот. Такая вот. Далее идем. Значит, это вот такой вот комбинезон. Ой, я уже не помню, что это. Шерсть с акрилом. Или чистый акрил. Не помню, честно говоря. Не осталось у меня этикетки никакой. В общем, это такой бодик, что называется. Без ножек. С короткими рукавами. Сейчас посмотрю, есть ли у меня к нему шапка. Не могу к нему найти шапку. Но, видимо, на шапку не хватило. Да, по-моему, один моток у меня был. Значит, это акрил, скорее всего. Но зато хватило вот на такую вот... Вот такого дельфина. Похоже на дельфина. Я старалась, чтобы было максимально похоже. Вот. Такой вот комплект будет. Морской будем называть его. Голубенький с дельфином. Поехали дальше. Кстати, да, посмотрите. Я сбоку еще сделала вот такой вот узорчик. Симпатичный. Дальше. Вот такие вот интересные шорты. Это на вас старше. Шортики, пуговички все расстегиваются. Вот. Можно было бы сделать их и не расстегивающимися, а просто в качестве украшения пришить. Но я что-то сразу до этого не доперла. И сделала их в итоге настоящими. Вот. И шапочка. Шапочка у нас такая уже с вами была. Шапка-колпачок. Дальше. Дальше у меня вот такой вот моточек был один акрила. Получился бодик без ножек с короткими рукавами. И тоже с шапки к нему не получилось, потому что не хватило. Было только один ноточек. Следующий. Просто вот такой вот обычный комбинезончик. Он идет с длинными рукавами, но без ножек. Сзади с голой спинкой на завязках. Давайте так покажу. Ну, не с голой спинкой, скажем так. Чуть-чуть. Не будет. Небольшой такой разрезик. Так на спинке. И к нему должна быть шапка. К нему должна быть шапка. Вот такая вот идет к нему шапочка. Тоже с ушками. Тоже чепчик с завязочками, с веревочками. И к этому комбинезончику я связала вот такого вот кита. В этот раз у меня какая-то рыбная история получилась. Вот. Дельфин. Кит. Мне очень нравится этот кит. Мне кажется, эти пуговички очень сюда прям в тему вписались хорошо. Вот. Кит связан крючком. Дальше. Вот к этому костюму я еще забыла вам показать слона. Такого я связала слоника. Опять же, глазки, пуговики. Вот описание нашла в интернете. Связан он тоже крючком. Движемся дальше. Вот еще вот такой вот бодик. Связанный тоже с той пряжей, которая идет с добавлением норки. И он гораздо более пушистый, чем все предыдущие. К этому бодику идет такая вот шапочка. Она уже не так сильно будет колпачком, но тем не менее будет немного застренная сверху. Вот. И что самое интересное, да, я забыла показать. Сверху вот здесь вот я сделала небольшую вышивку. Цветочки и маленькие шишечки. Сзади здесь тоже небольшой вырез и веревочки. Смотрите, какой пушистенький. Хорошо видно. Так, идем дальше. Дальше у меня оставалось немножечко мятной пряжи. Я связала шапку чепчик и сделала к ней вот такие вот бархатные ленточки тоже. Вот такая вот. Теперь это у нас что-то типа такой пеленочки, в которую заворачивается малыш для фотосессии. Значит, связана она вот таким рисунком. Это тоже супер мягкая пряжа с добавлением норки. Вот. И к этой пеленочке идет вот такая вот шапочка. Это тоже чепчик. Тоже с завязками, естественно. С таким же рисунком. Получается из этого рисунка неровно края такими волнами. В общем, довольно симпатично получается. Ну и ближимся к... Ближимся. Движимся мы, не ближимся. К финалу. Еще одна пеленочка. Тоже для того, чтобы завернуть малыша. На этот раз коричневая. Это альпака. Без норки. Вот. И у меня оставался кусочек. Кстати, не обращайте внимания у меня там за кадром. Если вам слышно, Ваня орет, это он с другом играет в какую-то игру. В паскайпе. Вот. Немножко оставалась у меня пряжа. И я решила в этот раз крючком связать маленькую шапочку. Она получилась действительно очень маленькая. Это вот на самого крошечного малыша получится. Просто потому, что на большую шапку мне не хватило. На что хватило, на то хватило. Это вот прям совсем на новорожденного, на какого-нибудь маленького малыша. Вот. Ну и из остатков розовой пряжи, знаете, вот как говорится, делать было нечего. Я связала еще вот такую вот ракушечку. Раз уж у нас рыбно-морская тема была с вами в игрушках. Вот такая вот ракушка. Все. На этом все. Сейчас сижу, монтирую видео и вспомнила, что обещала показать вам, как же выглядят те маленькие вязаные вещички, которые я делаю для малышей. На самих малышах. Вот нашла пару фотографий. Сейчас покажу вам. Я вот максимум вот так могу показать, потому что я не могу лицо ребенка показывать. Вот такой фиолетовый комбинезончик. Там сердечко, по-моему, тоже я вязала. Это, значит, первая фотография. Если не ошибаюсь, то вот это вот тоже я вязала. Но могу ошибаться, я уже, честно говоря, не помню. Может быть, не я, но, по-моему, я. Не хочу присваивать себе чужие работы, но, по-моему, это я. Вот это определенно вязала я. Мятный комплект. Там еще шапочка, но не могу показать, иначе лицо будет видно. Не могу, правда. Самой как-то вроде бы кажется, что не особо тут что видно, но по-другому никак. Вот этот комплектик, по-моему, тоже я. Опять же, если я не ошибаюсь, но вроде бы я. Вот это вот вязала я. Комбинезончик розовый и шапочка. Вот этот вот костюмчик и кролика, по-моему, тоже вязала я, если не ошибаюсь. И шапочку, в общем, все вязала я. В общем, примерно вот такие вот костюмы. Я потом, может быть, придумаю, как получше показать, сделаю, закрою как-то лица детей, покажу вам отдельно, может быть. И пока вот так вот. Ну, просто так, чтобы вы примерно представляли, чем я занимаюсь. Мы сейчас вышли на прогулку. Я взяла детей всех. Идем все вместе гулять. Значит, забыла камеру взять с собой. Это первое. Второе. У меня в телефоне что-то с интернетом. Дом вон работает хорошо. У меня глаза гуляют. Я уже отвыкла, куда смотреть надо, не знаю. Вот. На улице у меня почему-то не работает интернет в телефоне. Поэтому я сейчас буду ходить. Без музыки, без видео, без всего. Непривычно. Ну, ладно. Вот. И третье. Вова сейчас собирается ехать на ночевку на улице. Я его провожал. Как знаете, я не знаю даже. Ну, как-то прям с какой-то тревогой, с обеспокоенностью. Хотя я понимаю, что он будет в двух километрах от нашего дома. Вот. С кучей коллег. Им будет, наверное, даже весело. Но у меня какой-то все равно такой неприятный осадочек. Я не привыкла к тому, что Вова ночует не дома. И когда он раньше улетал в командировки, я тоже чувствовала себя очень некомфортно. Вот. Я не боюсь быть дома одна. Это именно ощущение того, что, ну, вот кого-то не хватает. Вот. То есть ощущение того, что дом какой-то пустой. Ну, ладно. Если будет совсем тоскливо, я ему позвоню, он приедет. Шучу, конечно. Как-нибудь переживем одну ночку. Вот. И Вова обещал, кстати, поснимать, что у них там и как будет. Мне самой очень интересно, как это будет выглядеть. Ну, вот, посмотрим, что он наснимает. Тогда вам покажу. Ой. Ладно. В общем, выходите, гулять. И уже у нас практически стемнело. Надо будет еще Кэрю выгулять. И домой. Усаживаемся поудобнее. Кэрю. Кэрю здесь. Кэрю на месте. Я в прошлый раз не задушила. Не переживайте. Так. Доброе утро, друзья. Опять у нас с вами утреннее включение в завершение этого видео. Все почему? Потому что мы с вами вчера расстались, ну, в смысле, не вчера, в прошлый кусочек видео был из вчера. Мы с вами расстались на том, что Вова поехал ночевать на улицу. И вот он вернулся домой. Рассказываю вам, значит, как было дело. Все было супер классно организовано. У них, судя по фотографиям, которые мне Вова показал, у них вдоль офиса, вдоль стен офиса были расстелены маты. Такие вот маты, как на занятиях, как в спортзалах, вот для борьбы, для чего еще, может быть, для гимнастики использовать. Я не знаю, такие толстенные, хорошие маты. Был вагончик, где можно было взять себе за счет компании чай, кофе, гороховый суп, их кормили, были сэндвичи, были принглс, были какие-то сладкие батончики. В общем, полностью можно было поужинать, учитывая то, что встречались они в районе 7 часов вечера. И сама кормежка происходила где-то часов, наверное, в 9-10. Где-то так, если я не ошибаюсь. Значит, сначала они общались, встречались, было много народу. Люди приходили также на фотографиях, там видно и со спальными мешками, и с какими-то рюкзаками. И Вова даже с собой книжку взял в итоге, ее даже не открыл. В общем, мое предположение было такое. Я думала, они встретятся, я думала, они будут болтать, смеяться, веселиться, тусоваться, и никто спать не будет. На самом деле, у них в 11 часов был отбой. Ну, и не прямо вот по свистку, но тем не менее, люди легли спать. То есть, Вова реально спал. Значит, у него была, на нем была зимняя куртка. Такой конкретный пуховик, который он привез из России, ну, такой прям для полноценной, настоящей российской зимы. Шерстяные носки, ну, шапка, естественно, коврик для йоги, вот такой вот из пенки, спальный мешок. По-моему, все, если не ошибаюсь. Вот. И он сказал, что ночью ему было, ну, в принципе, ничего. В принципе, нормально. Он сказал, что под утро уже замерзло лицо. Он хотел даже маску надеть, но, видимо, подумал об этом и тут же опять уснул. В общем, несколько раз за ночь он просыпался. И засыпал назад. То есть Вова полноценно спал. Для меня это так удивительно вообще. Я думала, это реально будет просто какая-то тусовка. Но Вова действительно спал. В общем, Вове очень понравилось, конечно же. Я его спросила, пойдешь ли ты еще раз, если такое будет. Он сказал, да, конечно, пойду. Ну, в общем, все прошло хорошо. Вот. А мне было очень беспокойно. Мне кажется, что я ночью спала, но, знаете, сон у меня был такой поверхностный, мне кажется. Я все равно где-то вот в глубине души очень беспокоилась. Там как, что, и как-то непривычно было одной быть. Ну, в смысле, без Вова, да. Вот. Вова пришел, вернее, я проснулась от того, что открылась входная дверь. То есть, чтобы вы понимали, входная дверь у нас, ну, будем так говорить, на первом этаже, а я сплю на третьем. И у нас в квартире есть сигнализация, когда открывается входная дверь, мы слышим такой пи-звук, может быть, вы слышали уже. То есть, где бы ты ни находился в квартире, везде этот звук слышен, ты всегда знаешь, что открылась входная дверь. И вот представьте, я просыпаюсь от этого пи, от того, что Кэрри начинает, знаете, так не лаять, но как бы подлаивать. И за окном темно, в комнате темно. Я не понимаю вообще ночь сейчас или раннее утро, кто вообще ко мне пришел. Может, это бандиты. У меня уже такая мысль, что, блин, Женя какая-то дура, в следующий раз я одну с собой в тумбочку какой-нибудь нож клади там. Ну, то есть, мне реально вот я испугалась, потому что я не понимала вообще, я же понимаю, что Вова ночью-то не должен вернуться. Смотрю на часы, время 7 часов утра. Ну, не 7, может быть, там где-то пол седьмого вот так вот было. И на улице было еще абсолютно темно. Вот, пришел Вова и улегся спать. Все, в общем, прошло хорошо. Теперь показываю, какие опять же подарочки. Помните, я показывала в видео, что им подарили подарки за то, что они вышли на работу. Теперь подарили подарки за то, что они переночевали на улице. Значит, первая, вот такая вот сумочка. Она тканевая, многоразовая. Видно, не видно, не видно. С длинными ручками можно вешать на плечи, наверное, на плечом. И ходить за покупками. Но у нас ее использовать нельзя. Она у нас идет в музей Келлокс. У нас в доме, в квартире есть музей. Вова копит всякие разные экспонаты, связанные с Келлокс. Собирает. Так, значит, сумочка. Что в сумочке? В сумочке у нас, ну, Принглс, как всегда. Это обязательный атрибут. Дальше в сумочке у нас, опять же, обязательный батончик Келлокс. Еще один обязательный батончик Келлокс. Дальше. Интересно. Каждому раздали вот такую вот шапку. Вот, на шапке написано Shine a Light Night. Shine a Light Night. Это название как раз вот акции. Всего этого мероприятия. Вот такая вот шапка. Так, дальше. Далее вот такую вот штуку. Вот такую вот штуку. Сейчас. Смотрите. Это получается, знаете что? Это такое спасательное одеяло, что ли. Оно не одеяло как таковое. Оно выполнено из фольги. И оно отражает тепло. Или сохраняет тепло. Как там это правильно называется? Я не знаю. Она, короче, для согрева. Какая-то штука для согрева, для каких-то внешнадных ситуаций. А написано, что отражает... Не, не отражает. Я не буду умничать. В общем, вы поняли. Это что-то какая-то штука из фольги для туристов, наверное, может быть. Для спасателей, которая помогает согреть человека. И еще вот такая вот штуковина. И это называется спасательная сумка, что ли. Не знаю, как правильно сказать. В общем, я так понимаю, что она надувается каким-то образом. И может быть, даже надевается. Я хотела распечалить, но Вова мне не разрешил. Я разрешил, потому что все то, что он получает в качестве сувениров в Келлокс, все это сохраняется в первозданном виде. В упаковке, в пакетике, если это было с веревочкой. Это все у нас хранится. Он сказал, что когда у него будет свой большой дом, он выделит специальную комнату. И эта комната будет посвящена его любимой компании Келлокс. Ну, это так и есть. Он очень трепетно относится к своей компании. Очень любит ее. Работает уже много лет, поэтому все это очень дело ценит, очень предан компании. Вот, в общем-то, и все. В общем-то, и все. Что я вам хочу сказать напоследок. Я просила Вову снять небольшое видео. Ну, Вова понял меня буквально и снял действительно небольшое видео. Ну, спасибо, что вообще снял. Я сама еще этого не видела. Вот, поэтому будем смотреть с вами сейчас вместе. Вам большое спасибо за просмотр. Хорошего настроения вам, хорошего самочувствия. На этом мы с вами прощаемся. Я вставляю те два, по-моему, кусочка, которые наснимал Вова. Надеюсь, что нам с вами понравится, будет интересно и увлекательно. На этом все. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Ага. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok